Каждый ребенок любит проводить время в песочницах, лепить фигуры, строить песочные замки. Жаль, что этим можно заниматься только в летнее время года. Но сегодня воспитанники 30-го детского сада получили возможность играть с песком не только летом на улице, но и в группе. Они стали счастливыми обладателем современных песочных столов. Такой новогодний подарок сделали девчонкам и мальчишкам спонсоры. Занимаемся благотворительностью, поэтому не смогли оставить это без внимания. Более того, дети – это лучшая инвестиция в будущее, поэтому на текущий момент мы имеем возможность присутствовать на этом празднике, чему мы тоже безумерно рады. Для нашего детского сада это новое направление, с которым мы приступаем работать. Дети очень увлечены. Мальчишки и девчонки садика очень довольны новым приобретением и уже с радостью их опробовали. Мы рисуем над фарфоретов. Мы пишем пальчиками слова, буквы. Нам читали сказку «Конёк-корбунок», и мы по ней рисовали. Лера, что ты рисовала по сказке «Конёк-корбунок»? Я рисовала жар птицу. Конька-корбунка. Мне нравится рисовать песком. А мне нравится рисовать песочные планшеты. Я рисую песком. Так, что ты рисуешь? Листочек. Ты для этого используешь трафарет? Угу. А что тебе больше нравится делать с песком? Рисовать. Игра с песком увлекает ребёнка и раскрывает его творческий потенциал. Однако взрослые часто волнуются за чистоту в доме. Песок легко раскидать. Стол оснащён высокими бортиками, которые исключают попадание песка на пол. Польза рисования песком на световых столах для детей весьма значима. Развивает мелкую моторику прежде всего. Дети заняты интересным делом. То есть они в это время, когда занимаются рисованием песком, они фантазируют, рисуют, успокаиваются. Может быть, мечтают о чём-то. Это очень важно. Рисование песком прививает детям усидчивость в первую очередь. Особенно вот дошкольные группы, подготовительные группы. Прививает когнитивные навыки. Развивает воображение. На церемонии открытия нового проекта присутствовали почётные гости. Торжественно разрезали красную ленту и вручили почётные грамоты всем, кто не остался равнодушным. И пришёл на помощь в создании этого нового развивающего направления. Ирина Беляева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ